Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. В ближайшие пять лет в Самаре планируется снести более 400 аварийных домов. На эти цели выделяются серьезные суммы денег. В самое ближайшее время не станет сразу нескольких зданий в исторической части города. Дома признали аварийными. Кроме сноса, подрядчика обязуют вывезти мусор после того, как дом ликвидируют. Бездействие коммунальщиков может обернуться трагедией. Волнуются жители дома номер 90 по улице Победы. Весной там появились потеки на потолке и стенах. Казалось, это проблемы с крышей, но ситуация куда серьезнее, уверены жильцы. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Вот, с весны начались пяна просто, как будто бы крыша текла. Мы сначала подумали, что это крыша течет. Потом через месяц это пошло все ниже. Для того, чтобы понять, что происходит со стеной в квартире, жителям пришлось провести собственное расследование. Ведь на обращение и жалобы управляющая компания не реагирует, рассказали люди. А тем временем с каждым днем ситуация усугубляется. Мы сами лазили на чердак, на крышу. Со стороны УК у нас нет никакой помощи. Есть фотографии с крыши нашего дома, где разрушена головка дымохода на 70%. Там видно, что труба вся разрушена. Здесь со стороны квартиры стена разрушается, вплоть до кирпичей дошло. Кирпичи тоже рушатся. И из них дует либо холодный воздух, когда столовая не работает, потому что у нас на первом этаже столовая, либо дует горячий воздух, когда столовая работает, горячий пар. Проблема возникла этой весной. В августе сюда все же приехали представители управляющей компании. Инженер только приходил один раз, осмотрел, заставил акт, срочно отправил его начальству, потому что ситуация аварийная. На данный момент, насколько я знаю, ЖКС пытается войти в стадию банкротства. И на тот момент, на август месяц, когда мы подъезжали, у нас на балансе дома было миллион семьсот. То есть у нас деньги на балансе дома есть. Почему они их не расходуют? И вновь тишина в течение двух месяцев. Жители обеспокоены, не на шутку. Стена стремительно продолжает разрушаться. Мы постоянно проветриваем, так как, возможно, здесь еще есть угарный газ, возможно, просто газ. Мы не знаем состав того, что проникает в квартиру, поэтому постоянно проветриваем. Опять же, в комнате всегда душно, жарко. И за ребенка еще опасаемся. Сейчас проблемы заметны и этажом ниже практически в каждой квартире есть дети. Жители волнуются, бездействие коммунальщиков может привести к трагедии. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. В областной закон о ветеранах труда внесены изменения, согласно которым появились новые требования для получения этого звания. Так, теперь кроме трудового стажа на территории региона не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, обязательное условие – наличие одной из наград Самарской области. Кроме того, необходимо отсутствие непогашенной судимости или увольнения за нарушение законодательства. При этом за теми гражданами, которым присвоено звание ветеран труда Самарской области до вступления по праву к силу, сохранится право на предоставление мер соцподдержки в размере и на условиях, действовавших ранее. В Самаре началось осеннее половодие. На берегу Волги в областной столице жители зафиксировали высокий уровень воды. Сообщается, что уровень поднявшейся воды достигает весенних показателей. Возможно, это связано с гидросооружениями, которые массово сбрасывают воду к зиме. Также не исключено, что уровень поднялся из-за большого притока в Верховьях. Более 400 килограммов ежегодно. Именно столько мусора в среднем производит один житель нашей страны. Только в Самарской области за год копится более 1 миллиона тонн отходов и лишь десятая часть идет на переработку. Самарские эксперты обсудили. Экологическую обстановку в регионе рассказали журналистам о планах работы на предстоящие пять лет. В современном мире тема переработки отходов одна из ключевых. Запасы природных ресурсов не безграничны. А их бездумное использование может привести к катастрофе, говорят эксперты. Сегодня только жители нашей страны за год в общей сложности производят более 70 миллионов тонн отходов. В то время, когда вторсырье можно и нужно использовать повторно. Работа в этом направлении активно ведется в том числе и в Самарском регионе. У нас разработана государственная программа в рамках национального проекта «Экология». И за ближайшие буквально 3-4 года необходимо сделать достаточно много. Нам необходимо увеличить количество и сортировочных станций на территории Самарской области, построить три экотехнопарка. Мы планируем к концу 2024 года привести процент обработки к 100. То есть у нас по паспорту госпрограммы эта цифра достигает 100%. Мы, по крайней мере, должны ее достигнуть. Сегодня в Самарской области на переработку идет лишь десятая часть производимых отходов. Это около 20 тысяч тонн. Работает четыре станции сортировки мусора. Две в Тольятти, одна в Сызрани и еще одна в Новокуйбышевске. В перспективе должны построить еще восемь таких станций, чтобы охватить весь регион. Если мы охватим всю область, у нас в связи с погодой, скорее всего, у нас будут образовываться отходы 1 миллион 200 тысяч тонн. И если мы даже на сегодняшние комплексы максимально позволяют до 10% тоннажей отобрать, то есть это получается 120 тысяч тонн отходов, которые мы можем потенциально в 2024 году начать уже извлекать во вторичный наборный сорт сырья. Первый этап, который мы сделали, должны охватить 100% отходов хотя бы сортировкой. Второй этап, мы должны понимать, как мы проводим раздельный сбор. Сегодня на переработку отправляют смешанные отходы. Это значительно усложняет процесс. В перспективе необходимо окончательно убедить и простимулировать население для раздельного сбора мусора. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Немного статистики. Сегодня в мире с этим заболеванием живет один из 11 человек. Каждый второй не знает о своем диагнозе. На развитие болезни может указывать чрезмерная жажда, а не менее в конечностях частые мочи и спускания. В Самарской области около 120 тысяч диабетиков. Решил покататься, украв ключи от машины у пьяного приятеля. Сотрудники полиции задержали угонщика. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Лобовое столкновение привело к гибели двух водителей под Тольятти. И чудом обошлось без тяжелых последствий. Водитель Шеви Нивы впечатал в дерево легковушку с тремя людьми. Об этом в продолжении выпуска. Задержали угонщика. В Похвестневский отдел полиции обратился местный житель с заявлением, что у него из гаража похитили автомобиль Hyundai. Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что схожий по приметам автомобиль направился на выезд из города Похвестнево. В тот же день в ходе патрулирования территории села Большой Толкай сотрудниками ДПС была замечена и остановлена автомашина, схожая по приметам с разыскиваемой. Водитель был пьян, документов не имел. Когда стали разбираться, оказалось, что задержанный, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, распивал у себя дома спиртные напитки со своим знакомым. Дождавшись, когда гость уснет, злоумышленник забрал ключи и похитил у него автомобиль. Сейчас идет следствие. Погибли на трассе. ДТП с лобовым столкновением привело к смерти двух водителей. По предварительным данным полиции, мужчина 1952 года рождения за рулем Калины ехал с стороны Тольятти в направлении Хрящевки, выехал на встречную полосу и столкнулся с Вазовской четверкой. За рулем классики был мужчина, 1993 года рождения. После столкновения одна из машин слетела в кювет. В результате оба водителя скончались от полученных травм. Чудом обошлось без серьезных последствий. ДТП с тремя транспортными средствами произошло в Самаре. Водитель «Шевроле Нива» 1983 года рождения ехал по улице Макаренко, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в Вазовскую 14-ю, припаркованную на обочине, и впечатал ее в дерево. Водитель «Лады» и два пассажира были в автомобиле в момент столкновения. В результате ДТП пострадали два пассажира 14-й. Им была оказана медицинская помощь. В ДТП попала и также находящаяся рядом Деонексия. Из 100 отобранных проб молочной продукции 33. Фальсификат. Специалисты Россельхознадзора рассказали, что сейчас с помощью автоматизированной системы «Меркурий» можно узнать, сколько производитель закупил натурального продукта для переработки и сколько на выходе получилось готового товара. Так, одно из предприятий приобрело 3,5 тонны сливочного масла в монолитных блоках по 20 килограммов, а изготовленное из данного сырья было 27 тонн. То есть объем масла увеличился более чем в 7 раз. И такая ситуация не единичная. Причем фальсификат выявлен при поставках в сообщее учреждения. По анализу системы «Меркурий» выявлено, что выходная продукция превышает в 6 раз поступаемой продукции. Это можно сделать предположение о том, что при изготовлении масла сливочного добавляются растительные жиры или другие пищевые компоненты. Когда изучаем и видим, что производитель закупил молока 300 с небольшим тонн, а произвел из этого сырья 150 тонн масла сливочного, то возникает огромный вопрос, тогда из какого сырья производилась эта продукция. Если на производство масла сливочного, ну там, конечно, разной жирности, не менее 20 литров нужно на производство 1 килограмм масла, а данное предприятие произвело почти из 2 литров 1 килограмм масла. И эта же продукция поставлялась, я подчеркиваю, в социальные учреждения. Футбольные клубы «Рубин» и «Крилля Советов» оштрафовали за драку болельщиков. Напомним, что после матча РПЛ направила в Самару комиссию, которая выяснила, что на матче не обеспечили безопасность, а также установила неправомерные действия болельщиков обоих клубов за нецензурные выражения, которые скандировали болельщики «Крилля Советов». Оштрафованы на 20 тысяч рублей, «Рубин» на 30. «Крилля» дополнительно оштрафовали на 200 тысяч рублей за отсутствие безопасности на стадионе и на 300 тысяч рублей за драку болельщиков и возбуждение вражды. «Рубин» за драку болельщиков без вражды оштрафован на 200 тысяч рублей. Также оштрафован главный тренер «Рубина» Роман Шаронов на 30 тысяч рублей за выход в техническую зону. Российские спортсмены возложили цветы на «Аллеи славы» в Самаре. Это участники чемпионата страны, который в эти дни проходит в нашем городе. На Волжские берега съехали сильнейшие бойцы практически со всех регионов. Совсем скоро пройдут финальные поединки и будут названы имена победителей. Баскетбольная «Самара» вышла в четверть финал Кубка России. Подопечные Игоря Грачева без особых проблем прошли у «Фимес». Теперь наши парни встретятся с представителем Единой лиги Пермской «Пармой». Даты проведения матча еще неизвестны. Предстоящие игры в Суперлиге у «Самары» пройдут дома. Уже 18 ноября команда сыграет с Екатеринбургским «Уралом», а 21 числа с московской «Руной Баскет». Теплый ноябрь продолжает радовать, по сведению Гидрометцентра России. В конце этого месяца средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 4 градуса. Именно в этот период синоптики отмечают самое заметное понижение температуры за год. Уже не осень, но еще и не зима, говорят метеорологи. Становится заметно холоднее. Столбик термометра может опуститься до 12 пунктов. Такие резкие скачки не проходят бесследно для метеочувствительных людей. Метеочувствительность является следствием повышенной возбудимости рецепторов. Как мы уже говорили, температурных, барометрических, тактильных, химических. В отдельную группу повышенной метеочувствительности можно выделить здоровых людей со слабым типом нервной системы. Это меланхолики. Или же наоборот людей с повышенной возбудимостью. Это холерики. Хорошее настроение помогает быстрому выздоровлению. В педиатрическом отделении Самарской областной больницы имени Середавина открыли игровую зону, где малыши и ребята постарше могут отвлечься от белых стен палат, поиграть, почитать и пообщаться. Все это сделано в рамках благотворительного проекта. Все подробности в сюжете наших корреспондентов. Детские улыбки, смех на стенах изображений героев любимых мультфильмов. Много игрушек, современные бизи-борды, которые помогают развивать мелкую моторику рук. Есть где порисовать и почитать книжку. Совсем не похоже на больницу. Но именно для того, чтобы дети быстрее выздоравливали, была и открыта эта детская игровая зона. Благотворительный проект «Витаминки» пришел к маленьким пациентам Самарской областной больницы имени Середавина. Мы обратились в «Газпромтранс» в «Газ Самара» с тем, чтобы на нашей базе, на базе нашего педиатрического корпуса реализовать благотворительный проект «Витаминки». И, в общем-то, результат вот этого сотрудничества – это прекрасное вот это помещение, которое мы сегодня с вами открываем. Это условия, которые созданы для детей, чтобы они улыбались, увидели их счастливые дети. Они быстрее выздоравливают, когда положительные эмоции. Благодаря поддержке компании «Газпромтрансгаз Самара» был также сделан ремонт. Куплены парты и стулья, чтобы ребята, которые находятся в больнице, долго могли заниматься. Ну и многое есть для малышей. Сейчас, конечно, ребятишки собираются все здесь, в поле, играют, смотрят мультики, им комфортно, весело, светло. Очень красивые наклейки. Нет ощущения, что ребенок находится в больнице. «Газпромтрансгаз Самара» реализует благотворительный проект «Витаминки» на протяжении двух лет. И уже в 14 лечебных учреждениях оборудованы детские игровые уголки. Это и городские больницы, и сельские. В Самарской и Ульяновской областях. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте гс.лиманский.ру новости. СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СКА-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СКА-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.